Война с террором не прекращается ни на минуту. Война, герои которой всегда остаются под грифом секретно. История, о которой я хочу рассказать, произошла в Дагестане в сентябре 2008 года. Ее герои те самые люди под грифом секретно. А враги? Если бы врагам удалось совершить, что они замышляли, это была бы трагедия. Это был бы второй Беслан. Дагестане в сентябре История началась с того, что в районе Косилкума в Южном Дагестане появилась банда, которая была организована экстремистами из молодых спортсменов, занимающихся таким видом единоборств, как дзюдо и борьба. И основная задача данной организованной группы была диверсия и террористические акты на территории Южного Дагестана. Самое спокойное место в Дагестане – это Дербент. Горный воздух, море, курорт. Все было бы хорошо, но появились бандиты. Начали убивать милиционеров, представителей власти. Вот они, молодые, уверенные в себе. Позируют с удовольствием. Оружие, экипировка в достатке. Готовы действовать. Наводить ужас, брать заложников, убивать. Подобраться к этой банде было очень непросто. Ну, во-первых, это молодежь. Молодежь, как сама по себе, она агрессивная. Во-вторых, спортсмены и не один год обрабатываем иностранными миссарами экстремистских центров. Плюс система подбора здесь была на личных взаимоотношениях. Они были в руковой поруке помазаны кровью. Вот, соответственно, проводили какие-то террористические акты, обстрелы и так далее, там и по-другому. Новости из Дагестана, будто сводки с фронтов. По телевизору, кажется, ни одного слова о культуре, спорте, экономике. Эта информация тонет. Кругом взрывы, выстрелы и разрушения. Сплошные спецоперации. У боевиков цель найти слабое место, побольнее ударить. Главное их опередить. Нейтрализовать, уничтожить. Центр специального назначения ФСБ. Как рассказать о его сотрудниках, не раскрывая ничего лишнего? За что ни возьмись, все секретно. Каждый сотрудник центра – профессиональный стрелок. Занятие по несколько часов в день. Есть среди бойцов и мастера спорта неоднократные чемпионы мира, Европы по стрельбе. На соревнованиях, понятно, мишени – десятка, девятка. А в бою сантиментов не бывает. По отношению к врагу жесткое правило. Один выстрел – один труп. На сегодняшний день профессиональный стрелок, профессиональный боец нашего подразделения в состоянии сделать выстрел, если у него пистолет находится в кобуре, менее чем за одну секунду. Поэтому развитие ситуации, не спрогнозировать, но отреагировать на нее в принципе можно. Первое боевое крещение Центр спецназначения ФСБ прошел в 99-м году. Боевики напали на Дагестан, чуть не захватили половину республики. Спецназ, только что сформированный, был переброшен на юг. Боевые действия в Дагестане шли полным ходом. Еще никто не знал, чем все закончится. Будем ли мы преследовать террористов, чтобы разгромить их в собственном логове или нет? Но подразделения ЦСН уже работали в Чечне. По ночам переправлялись за терек, возвращались днем. Охота на главарей началась. Теперь ни один полевой командир не мог чувствовать себя в безопасности. Даже в чеченских гаражах. 99-й год, Дагестан. Тяжелое время. Напавших боевиков надо было уничтожить, чтобы не расползлись по всему Кавказу. Пехоты и десантники чистили горы, освобождали села. Снайперы Центра специального назначения ФСБ расположились у населенного пункта Тандо. Отдельно от основных сил. Задача одна. Выявлять главарей и уничтожать. Снайперы в 99-м году, наверное, впервые почувствовали самостоятельность. И вступали в самостоятельные бои. Это были засады, это были выходы в горах, допустим, там, и стрельба на большие расстояния. Это все было впервые. И уже с этого момента началось накопление нашего опыта снайперского. Когда два равных по силе бойца выходят на ринг, они смотрят друг другу в глаза. И сразу становится ясно, этот выиграл, а тот проиграл. Так получилось и в Дагестане. Село Тандо, которое было освобождено. Когда снайперы вышли на огневые позиции, оборудовали их в ночь. И с утра были готовы стрелять. Были сделаны первые выстрелы. По качеству этой стрельбы противник понял, что тут шуток не будет. И противник из Тандо отошел, не вступая в бой. В 99-м банды Басаева и Хаттаба были разгромлены. Но спецназ ФСБ так и не вывели из Дагестана. Для него работа еще осталась. Есть враг, против которого и ядерное оружие не поможет. Его можно разгромить, лишь столкнувшись лицом к лицу. Этот враг всегда старается нанести удар из-под тяжка. Как в Дагестане, в 2008-м. В Дагестане уничтожен Ильгар Малачиев, Амир, главарь всего банд подполья. Милиционеры выследили его на юге республики. И тут же пошла оперативная информация. Цель боевиков – Дербент. Террористы хотят отомстить за Малачиева. Они готовят акцию возмездия. Теперь важнее всего было нанести по банде упреждающий удар. Информация была, потом она еще более ожесточилась и говорила о том, что непосредственно будет произведен захват какой-то школы. Школы в городе Дербенте. Потому что вся банда была из дербентских жителей. Соответственно, они в районе ориентировались. Имели, я еще раз повторяю, имели своих пособников. Эта группа из приблизительно 10-12 человек могла перевести в более крупный банк формирования, что могло привести к такой ситуации, как было в Беслане. Подмосковье. Николоархангельское кладбище. Аллея погибших сотрудников ЦСН ФСБ. 10 надгробий, на которых дата гибели одна. 3 сентября 2004 года. Беслан. Самый подлый, самый жестокий удар, который когда-либо наносили нам террористы. Имена тех, кто погиб, рассекречены. Дети, спасенные в школе, читают их на граните. Трагедия. Сколько сил ушло, чтобы ее пережить. И еще больше сил уйдет на то, чтобы это не повторилось. Алексей Романов. Один из спецназовцев, спасавших детей в Беслане. Сколько может выдержать испытаний человек за свою жизнь? Беслан – лишь одна из сотен операций, в которых Романов принимал участие. В 95-м в Чечне Алексей представил журналистом сам начальник генерального штаба Анатолий Квашнин. Репортеры спросили, а кто здесь настоящий герой? Квашнин ответил, да вот он, и вывел Романова. Потом была вторая чеченская кампания, ранение, звезда Героя России. Алексей Романов. О нем можно многое рассказать, но ЦСН – это гриф секретно. А что из прошлого? Сын военного, рядовым десантником попал в Афганистан. Потом училище и снова афган. Уже лейтенантом. Несколько лет назад афганское прошлое Романова вновь напомнило о себе. Как-то в Чечне бывшие десантники решили отметить годовщину вывода советских войск из Афганистана. За одним столом с Романовым тогда оказался Вячеслав Алексеевич Бочаров, который тоже воевал, как говорят, за речкой. Ну и решили так, что, коль мы все друг друга не знаем, каждый будет вставать, называть годы службы своей в Афганистане, должность, которую занимал на тот момент, ну и там слова, пожелания какие-то должны быть. Ну и до Алексеевича, когда дошло, он встает, произносит годы службы, произносит должность. Думаю, елки-палки, неужели это тот замкрут, у которого я когда-то служил? Я задал ему вопрос. Я говорю, вы не тот, старший лейтенант, который ноги прострелили? Он говорит, тот. Я говорю, я тот сам инструктор, который вам перематывал. Как только произошел захват школы, спецназ ФСБ прибыл в Беслан. Террористы взорвали бомбу прямо в спортзале, где удерживали детей. Несколько групп ЦСН бросились спасать заложников. Первым в школу прорвался Вячеслав Бочаров. Он заскочил в спортзал, большинство заложников находились там. Я доложил ситуацию, что нахожусь в спортзале, боевиков в спортзале нет, спортзал горит, и приступаю к эвакуации раненых. Вот ползая по этим телам, потому что со второго этажа спортзал простреливался, я вытащил всех, кто, как мне показалось, подает признаки жизни. Это были женщины и дети в раздевалку. Раздевалка закрыта в помещении, посадил там на лавочке, и они были все в крови, кто в своей, кто в чужой. Оказывать какую-то помощь, заниматься перевязками я тогда не мог, потому что ситуация была такая, что я в школе был один. Вячеслав Бочаров продолжал воевать в одиночку. Он застрелил несколько боевиков, пытаясь пробиться в коридор. Старался отсечь террористов от окон, чтобы остальные спецназовцы смогли проникнуть в школу. И вдруг он почувствовал сильный удар. Первая мысль – отвоевался. Вот я как на духу говорю, что все, отвоевался. Падает чувство, что течет жидкое, и не боли, ничего. Упал, и все. И потом только сознание приходило себя, какие-то отблески сознания появлялись, тогда, когда какие-то, могут быть, взрывы были, могут быть, еще что-то, ну, такие какие-то вспышки в глазах вот появлялись, еще, может быть, это у меня такая реакция была на что-то. А потом очнулся уже на секунду очнулся в госпитале. Убитых и раненых выносили из школы. Но спецназовца Бочарова не было ни среди живых, ни среди мертвых. Его увезли в гражданскую больницу. Слеза была о том, что я Бочарова не смог найти. Ну, без всякого как бы стыда, я об этом говорю, всплакнул, так скажем. Настолько близкий мне человек, за которого, в принципе, если так вот по большому взятию жизнь, не жалко, да. Бочарову сделали десятки сложнейших операций. Потом был побег из госпиталя домой, тренировки до седьмого пота. Ему запрещали поднимать вес более пяти килограммов. Но Вячеслав сказал, я все равно вернусь в ЦСН. Как сказал, так и сделал. Остался в спецназе. В Южном Дагестане ситуация приобретала трагический оборот. Террористы планировали захватить школу, как в Беслане. Самое страшное, что никто не знал, где конкретно это произойдет. И когда. База боевиков обнаружена. Силы МВД подняты по тревоге. Банду атаковал республиканский ОМОН. Но террористы вырвались из окружения. С их стороны было произведено огневое нападение на ОМОН, который проводил зачистку в лесу. И три сотрудника ОМОНа были убиты. Ну а банде надо было уже уходить с этого места, соответственно, покидать базу. Они спешно все, что могли, взяли и ушли с этого места. Теперь бандиты стали вдвойне опасны. Они понимали, спецназ ФСБ за ними идет по пятам. Что, а баня моя? Центр спецназначения, как говорят, работает по главарям. Если есть приказ кого-то найти, находят, нейтрализуют. Достают, где бы интересующий объект не прятался. Хоть под водой. Спецназ может проникнуть всюду. Даже на самую охраняемую территорию. Юрий Старцев, Владимир Колышкин. Ветераны спецназа ФСБ. В недавнем прошлом боевые пловцы. Теперь работают на гражданке в Москве. Чем занимались на службе, никому не говорят. Да, были освобождения заложников, Афганистан, Чечня. А вот учения? Об этом нет-нет, да и рассказывают. Однажды, вот на Черном море, еще во времена СССР, охрана Горбачева обратилась к командиру группы боевых пловцов. Надо проверить, насколько неприступна резиденция. Помоги, если можешь. Могут ли твои ребята проникнуть на вот такой объект охраняемый, когда здесь как бы первое лицо приедет, да, на бочерах ручей. Нас катера там выбросили. Только там километра два, наверное, было. Все, люди уже нас, причем люди нас ждали. Собственно, грань, отделяющая подготовку диверсантов и специалистов по борьбе с ними, она очень тонка. Боевые пловцы Старцев и Колышкин обошли все ловушки и оказались на территории резиденции Горбачева. Потихоньку, потихоньку, потом, когда из воды вылезли, народ как сидел, он так на пластмассовых этих кучах назад откинули. Конечно, люди как бы ждали, но не ожидали, что мы каким-то образом как-то себе поведем. Были отдельные группы. Альфа, Вымпел, служба спецопераций. В 98-м все эти подразделения объединил ЦСН ФСБ. Раньше-то не проводилось столько боевых операций, а теперь одна за другой. Конечно, арсенал богаче, чем в НКВД, КГБ. Суперсовременное оружие, экипировка, тактика передовая. Но самое главное, не меняется философия. Идея остается прежней. Та самая, которая закладывалась в спецназ еще в 70-х годах. Человек идет на эту работу, он готов умереть. Это его призвание. Это не ради карьеры какой-то, а ради безопасности людей. Ну, это сложно даже описать. Не представляю, что сказать. Если человек, не задумываясь ложиться на гранату в том же Беслане, то, наверное, он не думает о том, каким он будет героем. А он думает, в первую очередь, о людях, которых надо защитить. Объяснить, наверное, невозможно. Это призвание. Прямо, быстрее. Подрезай его. Подрезай. Подрезай. Все. Кроме борьбы с банд-подпольем на Северном Кавказе, ЦСН-ФСБ воюет с врагами государства и в других регионах России. Это враги сильные, изворотливые. И сдаваться они не думают. Наркобороны. Торговцы оружием. Криминальные авторитеты. Киллеры. Главари преступных группировок. А коррупционеры – взяточники. Они буквально взрывают экономику, опустошая госбюджет на миллиарды рублей. Здесь тоже ЦСН работает день и ночь. После таких операций в казну возвращаются десятки миллионов долларов, украденных у государства. И, наконец, шпионы. Операции по их задержанию – это целое искусство. Мы смотрим, да, иногда зарубежные фермы, там суперагенты, они накаченные, вот, умеют все. Но вот посмотрите на наших ребят, по которым вы сказали, они не накаченные, но я смею вас заверить, их профессиональная подготовка, их способность проводить боевые приемы не намного меньше. Однажды в Крылацком в Москве была проведена операция. В поле зрения ФСБ попал человек, продававший на Запад немало секретной информации. Ничего не подозревая, он зашел в опорный пункт милиции на Осенней улице. А вывели его уже через черный ход в наручниках. Евгений Сутырин, ветеран Центра специального назначения ФСБ, был участником того задержания. Полковник Скрипаль служил военным разведчиком. Как его вычислили, об этом никто не рассказывает. Решено было брать. Провести операцию, как обычно поручили ЦСН. Просто так подойти на улице и сказать, вы задержаны, это не подходит. Шпиона необходимо было вывести из игры мягко, аккуратно, чтобы никто не заметил. На базе, на тренировочной, был создан макет обстановки, в которой придется работать, и прорабатывались различные возможности действий. Я изображал непонятно кого, непонятно к чему, пришедшего, громко кричащего по телефону с криками, что я не могу найти адрес, выйди сюда, сколько можно здесь толпиться. при входе сюда у него была попытка приостановиться, потому что, ну, может, чуть-чуть или что-то ему подсказало, что между двух людей, которые сидят вот прям очень плотно, проходить не стоя. У него была фраза, что я зайду позже, но так как я уже оказался сзади, то есть его просто... Шпионы, люди, которые годами ходят по лезвию бритвы. Все свои действия просчитывают. Как вести себя во время ареста, как успеть уничтожить улики, а может и покончить с собой. Спецназ тоже готовится. Шпиона надо моментально сковать. И еще. Надо ввести его при аресте в состояние, в котором он сразу пойдет на сотрудничество со следствием. Никакого насилия. Здесь свои секреты. Была информация, что просто сказано, что товарищ шпион имеет шанс быть, что может быть попытка суицида быть, предотвратить. Берем аккуратно, мягко, нежно, но жестко. Полковника Скрипаля осудили. Спецназ ФСБ свое дело сделал. Опасный преступник, шпион, понес наказание. Полиция, давай, давай! Посиди! А в Южном Дагестане искали банду. Террористы продолжали готовиться к захвату школы. Остановить их можно только одним способом. Найти и нанести упреждающий удар. Но сделать это было нелегко. Горно-лесная местность, Южный Дагестан, высоты в основном от 700 до 1500. Очень близко находится граница. Местность очень изрезанная, пересеченная с каньонами, с обрывами, с лесными, ну, лесными, скажем так, массивами достаточно плотными. Соответственно, очень сложная с точки зрения поиска бандформирования и работы каких-либо вспомогательных средств, такие как авиация и так далее. Неподготовленному человеку в горах не то, что воевать. Просто находиться тяжело. Летники, цепняк, разреженный воздух. Сотрудники ЦСН спят на скалах, едят сублимат, пьют талую воду. За спиной ранец, паёк, боекомплект. В руках автомат или пулемёт. Они умеют стрелять снизу вверх, сверху вниз. При свете или в темноте, в дождь или в снег. Когда обнаруживают врага, преследуют его день и ночь, на любых высотах. Если враг стреляет, не сдаётся, его уничтожают. В ЦСН говорят, любая ситуация – это маятник. Пока преступник не открыл огонь, всегда есть шанс убедить его сложить оружие. Когда прилетает центр специального назначения, да, или какое-то из подразделения центра, сразу местные, кто первым принял на себя удар, местные органы, сразу вздыхают с облегчением. Вот прилетели спецы, профессионалы, которые сразу сейчас всё решат. Когда в Будённовске Шамиль Басаев захватил больницу, переговоры с ним вели врачи, депутаты, даже премьер-министр. Террористов не уговорили, отпустили и всё. Тогда один из спецназовцев, участвовавших в штурме, был ранен в лицо. От торца? Да. Нет, с того торца, с которым... С пищеблока. Он остался служить. С пищеблока, да? Да. Специалистам по переговорам с террористами. У меня мотивация, что вот можно сделать так, чтобы ребята не шли на штурм. Это большая мотивация, что я вот, скажем так, не служа уже давно в боевом подразделении. Я могу сделать так, что вот всё решится. Решится мирным путём, и ребята не пойдут на штурм. А что такое штурм? Это как возможные потери среди заложников, среди штурмующих. Как-то раз в Краснодарском крае, в Лазаревском, террорист взял в заложники несколько человек, удерживал их в своём доме. Через несколько часов прилетело подразделение Центра специального назначения ФСБ России. Мнение обывателей, что, ну, смотря кто, если, то есть, прилетели родители, соответственно, террористов, то есть, ну, прилетели, точнее, мы прилетели, родители террористов, как было в Лазаревском, да, там были, в общем-то, родственники террористов, они, конечно, у них было мнение одно. Будут, в общем-то, убивать. Ну, в ответе, опять что-то получилось, что ли? Слышите меня хотя бы говорить или не слышите? Если слышите, скажите «да», не слышите – нет. Ну, там же я жду. Вы сказали подождать, я и жду. Идут переговоры. Час-два, спецназ готовится к операции. И вдруг террорист соглашается сдаться. Заложники освобождены. Высший пилотаж. Победа, одержанная без единого выстрела. Мне было очень приятно, когда отец вот этого человека, который захватил заложника, после этого обнял мне и сказал, что, ну, в общем, спасибо, сказал. Это было очень приятно, это было серьезно, в общем-то, как и все остальное, но это было серьезно, в общем-то, таким достижением. Это была такая победа серьезная, что не только все, да, но и отец. Человек сядет и все проще, но он остался жив. Когда наблюдаешь за действиями спецназа во время учений, захватывает дух. Кажется, что на твоих глазах снимается крутой боевик. Люди в черных комбинезонах поднимаются по отвесным стенам. Стреляют с 500 метров, попадая в копеечку. Планируют на парашюте, опускаясь точно на крышу высотного здания. Врываются в окна, спускаясь по канатам, как цирковые артисты. Освобождают заложника. Учение есть учение. Это хоть и риск, но в настоящих боевых операциях все выглядит по-другому. Осенью, в 2008-м, в Дагестане, спецназу ФСБ противостояли бандиты, которые были готовы на все. Которые не думали сдаваться или идти на переговоры. 16 сентября группа ЦСН ФСБ, находящаяся в Дагестане, была поднята по тревоге. Поступила информация. Бандиты, которые хотят захватить школу, обнаружены. Теперь необходимо срочно переехать в Дербент и нейтрализовать террористов. 16 числа, получив первичную информацию, наша группа выдвинулась в район населенного пункта Дербент. Подъезжая к городу Дербенту, мы получили уже более точную информацию о том, что в районе населенного пункта ЦНУР данное бандформирование должно будет выйти из леса, пересесть на автомашину, которая повезет их уже непосредственно в город Дербент. Группа ЦСН ФСБ встретилась с террористами ночью в горах. Устроили засаду, но бандитов оказалось в два раза больше. Бой шел до утра. Они стреляют, не задумываясь. На них никакие законные правовые акты не действуют. Поэтому даже при физическом задержании, часто физическое задержание, когда производится, они открывают огонь, не задумываясь. То есть применение гранат и огнестрельного оружия, для них это естественная реакция на появление сотрудников правоохранительных органов. Калининград, Владивосток. Для Центра спецназначения ФСБ эти места почти экзотиками. Северный Кавказ – постоянный регион пребывания. Операции, операции, большинство из которых для нас останутся неизвестными. В Грозном, в управлении ФСБ по Чечне, свой спецназ. Он тоже входит в состав ЦСН. Евгений Баринов командует им уже несколько лет. Так, у нас тут все по интересам. То есть каждый кубрик, он своеобразен. Хотя немножко тесновато, поэтому экипировка, она каждый свободный метр занимает площадь. Все в полочках, чтобы по максимуму использовать любое пространство. Разгрузочные жилеты внизу. Бронежилеты. Ну и естественно вооружение, как автоматическое, так и бесшумное. Все, чтобы было под рукой. Это в случае совершения, допустим, диверсионного террористического акта в отношении нашего подразделения или нападения боевиков. В вагонщиках ничего лишнего. Только вещи, необходимые на войне. Вот один из предметов экипировки штурмующих подразделений. Вот это щит, вот эти дырочки, которые вы видите. Это пули от автоматов. Значит, очень хорошая разработка наша. Спасла жизни многим товарищам. Можно даже посчитать, да, так на скидку где-то. Более 10, да, где-то 15 отверстий пули. Мы всегда как бы мишень для террориста. То есть пока он по нам не стрельнет, ни в одном адресе, даже там в Чеченской республике, даже если нам сотрудники оперативно говорят, что там точно террористы, во-первых, кроме них там могут быть еще и дети, и женщины. И поэтому человек, то есть сотрудник спецназа, идет осматривать дом какой-то, он реально мишень, то есть до первого выстрела. Во время операции на улице Богдана Хмельницкого в Грозном террористы, засевшие в одной из квартир, неожиданно захватили детей. Штурмовали вот эту квартиру, там сидели боевики. Но когда началась стрельба, они выскочили и перебежали сюда, где находились женщины и дети. Как раз вот в эту комнату. В центре этой истории совершенно случайно оказалась самая известная женщина в республике. Айшат Дашириева, телеведущая чеченских новостей. Террористы заскочили в квартиру, где находилась она и трое детей, которые спрятались за обычным матрасом. В руках у Айшат была большая плюшевая игрушка. Собака. Кто нас спас? Парень. Чье имя и чья фамилия мне неизвестна по сей день. Который нас затолкал в этот угол. Который под пулями прикрывал нас под матрасом. Который забрал у меня эту собаку и сунул между мной собачку, которым я хотела прикрыть детей. Она была большая. Он ее у меня отобрал и сунул ее. Сказал, себя прикрой. Сунул между матрасом и мной. Я не знаю, кто он. Я не знаю, как его зовут. Насколько я буду помнить, жить, я буду благодарна этому человеку за будущее своих детей. В Кирове живет семья капитана ФСБ Дениса Плетнева. Папа, мама, супруга, вернее, вдова и сын, которого Денис, погибший в Грозном, на улице Богдана Хмельницкого, едва успел повидать. Это он, тот человек, который спас чеченских детей. Рядом с Денисом Плетневым были сотрудники ЦСН ФСБ. Трое погибли. Одного из спецназовцев звали Дмитрий Медведев. Я, честно говоря, вот до последнего, у меня была стопроцентная гарантия в том, что с ним никогда ничего не случится. И когда он уходил, он никогда не пугал ничем, никогда не говорил, что там я ухожу на смерть, я могу не вернуться, или что-то страшное. Никогда этих слов я не слышала. Он единственное, он всегда мне говорил, молись за меня, всем богам. И все. Видеокадров, на которых запечатлен подполковник Дмитрий Медведев, почти не осталось. На одних он надевает маску, едва оператор направляет на него объектив. На других, во время спецоперации, лежит, прикрывая товарищей со своим пулеметом. Как будто он и сейчас ведет бой. У нас до сих пор такое состояние, что он где-то есть. Что он приедет, что он в командировке. Вы знаете, вот, когда 9 дней после похорон было, у меня средняя дочка встречала каждый день после работы. Ей приснился сон, как будто Дима заходит в любую комнату. А на столе у нее стоит портрет с черной ленточкой. Она сидит, занимается с репетитором по английскому языку. Это сон. И Дима подходит к ней и говорит, Алсу, а почему здесь стоят на фотографии с такой лентой? Что думаете, что я умер? Я не умер. Вы что думаете, я вас бросила? Я вас никогда не брошу. Я живу вот этим, вот этим, вот этим, с вами. Засада на боевиков была устроена по всем правилам. Ну, вот одна троечка села туда, да, вот на гору. Одна троечка вот сюда, вот в эту промоину. Ну, такая она хорошая, как окопчик получилась. Троечка села здесь. Один из участников того боя, сотрудник ЦСН и ПСБ, рассказал, как все происходило. Вот по этой щели мы как раз прятались, видишь, отколоны. Вот это пули шли. А то стреляли, да? Угу. Трубы были пробиты потом, вот это все шипело. Вот здесь мы находились. Машина с террористами появилась на дороге, едва спецназовцы успели занять боевые позиции. Вот отсюда, да, она прямо... Да, вот с этой горки она и шла. Ну, и ГМ, этот, гранатомет у нас отработал так, как надо. Бой шел 8 часов до рассвета. Под конец пришлось приблизиться к террористам на расстояние броска гранаты. Мы уже дошло до того, что мы на бросок гранаты, ну, вот вспышки вспыхили в темноте. Ну, уже ощущение, что все они рядом. Отработали гранатами туда. Ну, в итоге пулеметом их и доработали. Одна из самых дерзких террористических групп была уничтожена. Сначала сотрудники МВД ликвидировали главаря всего банд подполья Дагестана, Ильгара Малачиева. Боевики поклялись отомстить, решили как в Беслане захватить школу. ОМОН окружил их базу в горах, но бандиты вырвались. А в районе населенного пункта ЦМУР боевиков уничтожил спецназ ФСБ. Школа, в которой планировали захватить террористы, была спасена. У каждого в жизни бывает момент, когда надо сделать всего один шаг. Он может стать самым важным в жизни, иногда последним. Но этот шаг превращает обычного человека в героя. КОНЕЦ КОНЕЦ